Гомель-2 выиграл международный хоккейный турнир памяти Алексея Костюченко. Игры проходили на арене Гомельского ледового дворца. Соперниками «Рыси» были столичный юниор, московский «Спартак» и команда БФСО «Динамо». Пройти со стопроцентным результатом турнирный путь подопечным Артема Сенкевича не удалось. В первые игровые деньги мельчане одолели «Динамовцы» в 2-0. После была победа над «Спартаком» 4-2. В итоге решающим оказался поединок против минского юниора. Этот матч можно назвать финальным. Именно в нем решалась судьба первого места. Юниору, чтобы заполучить кубок, необходимо было выигрывать. Причем с разницей как минимум в две шайбы. И к старту второго периода столичные хоккеисты уверенно шли к цели, ведя в счете 2-0. Гомельчане отдавать победу ни в матче, ни в турнире, естественно, не собирались. И сравняли счет усилиями Дениса Зайчика и Артема Дашука. Правда, вскоре юниор вновь вышел вперед. Восстановить паритет хозяевам льда до финальной сирены так и не удалось. Может где-то запала не хватило эмоционально, может устали. Просто две игры прошло от ножа. Было минимальное преимущество такое. И все соперники до этого тяжелые были, поэтому уже чего-то не хватило. Минчане отпраздновали победу в матче с отсчетом 3-2. Гомельчане в турнире. Турниром довольны в целом. Просто лишь даже потому, что принимали очень сильные команды участие. И Москва, и две Минских. Специально приглашали так, потому что если выигрывать турнир заведомо, когда команды слабые, ну это, наверное, не то.